я бы сказал жизненно важно знать как правильно пить воду после еды я полностью уверен том что вы многое знаете в этом вопросе и многое делаете вы не можете знать абсолютно всего абсолютно все это немножко другая парафия поэтому я решил поделиться своим опытом врача с 25-летним стажем даже уже больше немножко который основан на ошибках или достижениях моих пациентов это десятки тысяч людей чтобы вы немножко больше знали вопрос в этом вопросе но если вы напишите мне комментарии то я немножко больше буду знать возможно в чем-то ошибаюсь я хочу представить это видео на ваше усмотрение на рассмотрение и посмотрим его до конца вы узнаете когда наступает это самое время после еды вы также узнаете какие заболевания показывают что человек не всегда угадывает с этим временем и как правильно подготовить воду чтобы безопасно и пить после еды ну первый вопрос время по нему рекомендации в интернете очень много одни советуют пить сразу после и другие советуют пить через 30 через 40 минут через час после еды и вы знаете я понимаю растерянность людей которые не знают нормальную физиологию не знаю физиологию пищеварения они понимают как даже правильно пить вы знаете я вам скажу вам так каждый из советующих вот эти вот временные промежутки по-своему прав объясню почему потому что желудок к приему воды после еды становится готов в разное время потому что состояние после еды понятно после еды мы все понимаем русский язык наступает тогда когда еды желудки уже нет и желудок реально находится сцене после еды потому что если в желудке осталась пища и вы принимаете воду то это называется по-другому называется состояние во время еды потому что еда еще находится в желудке там еще идет пищеварение но еще не закончилось вот когда желудок освободиться пища уйдет двенадцатиперстную кишку и пойдет перевариваться дальше вот тогда в желудке наступило состояние после еды если вы выпили немножко там чай кофе компотик какой-то то практически сразу после этого можете выпить и воду да вы разбавили этот напиток принципе ничего страшного не произошло все прекрасно поэтому в этом случае те кто говорят пить после еды они абсолютно правы если вы съели небольшую порцию фруктов пропорцию сырых овощей но это называется по-другому система сыроедения то состояние после еды может наступить даже минут через 30 и те кто рекомендует пить воду через 30 минут в этом случае абсолютно правы как если вы выпили через 30 минут после чашки кофе чая там или сока какого-то тут все прекрасно вы ничего не нарушили вы свое здоровье поддерживаете максимально эффективно если вы съели кусок хлеба съели кашу съели какие-то макароны то есть хлебобулочные макароны и крупяные изделия то временно и переварить немножко длиннее продолжительнее это минут 40 60 и вот уже появляется становится правыми те кто сказал что нужно пить воду через 40 через 60 минут после еды что эта пища покинула желудок и вы влили воду в пустой желудок и она активно участвует вашего обмене веществ кстати выпить воду через 40 60 минут можно и после чашки кофе и после порции салата в это прекрасно понимаете то есть эта рекомендация не вредит и такая система питания называется вегетарианство при не обыскал жесткое вегетарианство потому что она достаточно ограничено в наборе продуктов питания но если вы считаете что вашему организму все-таки нужно чуть больше позволить потому что эта система не всегда дает полноценное питание не во всех экологических климатических условиях то он по большому счету советуют вводить в рацион молоко вот с молоком тут ситуация немножко интересней вы знаете сколько перевариваются белки молока небольшую паузу возьму три с половиной часа и состояние после еды поскольку вы выпили стакан молока наступает через три с половиной часа вы должны четко запомнить время начала испития молока и только через три три с половиной часа имеете право пить воду иначе вода попадает во время еды я чуть позже расскажу чем это заканчивается есть еще одна система питания разрешено использовать яйца да конечно тоже продукт лишенный продуктов жизнедеятельности то есть чистый в принципе для вашего здоровья не приносит избытка химических веществ токсических веществ из окружающей среды то есть все нормально яйца перевариваются около четырех часов и после того как вы съели яичницу состояние после еды поступает примерно через четыре часа кстати как вы должны все это учитывать позавтракали в семь и до 11 дня не 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 капли воды почему я расскажу чуть позже ну эта система называется лакта ово вегетарианство она немножко шире но как вы понимаете по употреблению воды становится уже потому что вода вернее продукты питания будут регламентировать время употребления воды правильно чтобы не нарушить процесс пищеварения если вы питаетесь так называемым просто вегетарианство в котором разрешена белая рыба мясо птица то эти продукты перевариваются еще дольше 5-6 часов и состояние после еды возникает вот после такого достаточно продолжительного временного промежутка это нужно четко учитывать тут не зависит гарнир тут переваривание идет потому продукту который дольше всех переваривается вы это должны просто понять безусловно самые напряженно перевариваемые продукты это красное мясо красная рыба более 6 часов это очень важно понимать потому что если вы делаете не то если вы пьете воду раньше обозначенного срока вы нарушаете процесс пищеварения я плавно перехожу ко второму вопросу особенности скажем так заболеваний когда вы пьете воду неправильно вы неправильно комбинируете воду и еду потому что нарушение процесса пищеварения это дисбактериоз кишечнике это вздутие это улучшение это нерегулярный стул склонность по носу к запору это ну фактически развивается местный дисбиоз дисбактериоз это жесткое приличное снижение иммунитета у которого есть кстати 4 стадии вы можете найти такое видео на моем канале по дисбактериозу очень важно знать очень важно понимать ну что первая стадия только локально кишечник вы его ведь только слышите вы больше ничего не чувствуете дальше воспаляется собственно кишечник появляется гастро энтероколит в разных вариантов гастриты гастродониты энтериты колиты без разницы что появилось это ответ вашего вашей пищеварительной системы на то что пища в кишечнике не переваривается полноценно следом появляется проблемы со стороны больших пищеварительных желез у вас появляется хронический панкреативе какие-то элементы дискинезии желтного пузыря превращается в холецистит там какой-то гепатит жировой гепатоз то есть страдает крупные пищеварительные железы четвертая стадия дисбактериоза это воспалительные процессы на всех остальных слизистых то есть это на коже проблема в мочеполовой системе и дыхательности и все это может возникать просто если вы просто не угадали с питьем воды после еды вы не знали просто этого временного промежутка вот этот нюанс сожалению на нем редко кто делает акцент а правильно употреблять воду именно после еды это ваш залог вашего здоровья крепкого здоровья лучше если вы не угадываете у со стороны пищеварительной системы тут как бы мелочи хотя вы знаете воспалительные процессы везде когда бактерии разбираются это очень сложно если у вас возникает дефицит воды у вас густеет кровь появляется так называемая вегетосуистая дистония темные круги под глазами холодные руки ноги депрессии это все следствие того что токсины прорываются из кишечника в кровь чтобы их сами не переварили вам переварили бактерии выдали порцию своих токсинов увеличивается вязкость крови снижается работоспособность начали появляется утренние печеночная лень потом появляется синдром хронической усталости она плавно перетекает если вы ничего не делаете то есть ситуация расползается периодически попадаете в депрессию регулярно снижена работоспособность особенно по утру эти ситуации нужно понимать опять-таки это связано в основном кишечник кровь но дальше больше понимаете что вода нужна для удаления водорастворимых токсинов если вы ее пьете неправильно или недостаточных количествах после еды выпили какой-то там дискомфорт у вас появился у вас уже попал его отрицательный обратный эффект вы уже не пьете вы начинаете избегать воду а это неправильно воду нужно пить вода абсолютно нужно вашему организму это продукт номер один по весу среднем примерно 80 тонн в течение жизни человек употребляет воды это очень немаленький показатель нужно это просто правильно понимать и правильно использовать для этого нужно знать это самое состояние после еды если в воды не хватает почкам вы понимаете обменные шлаки начинают концентрироваться начале появляется песочек потом камни потом пил и нефрит и почечная недостаточность движение понятно по дороге когда белковые токсины полноценно не удаляются развивается у мужчин простатит женщин мастопатия эрозия шейки матки фибромиомы миомы это все следствие звенья одной и той же цепи нужно правильно это понимать вне зависимости от пола развивается вначале артриты потом артроза артрит потом артроз и анкелоз сустава то есть вы уже готовы пересадки суставов а их у вас около 200 одна операция по самому скромным подсчетам около 10 тысяч долларов знаете то есть себестоимость вот этого неправильного отношения к своему здоровью и понимание когда реально можно пить эту воду после еды поэтому нужно это все очень хорошо понимать как подготовить воду до кроме временного промежутка когда нужно еще безусловно как какую воду влить ну очищенную однозначно то есть сегодняшняя экология говорит о том что воду нужно готовить нужно воду очищать и очищать адекватно тому состоянии которое она имеет потому что у кого-то вода богата солями нужно солью убирать у кого-то железом у кого-то пестицидами гербицидами потому что у нас много разных источников воды большинство считает что скважина или колодец это самая лучшая природная вода а это вода относится поверхностным источником и в ней достаточно много химии которые в этой окружающей среде находится точно также речка озеро нужно просто правильно понимать эту ситуацию и воду очищать зависимости от того что в ней находится то есть вода должна быть по определению чистой многие рекомендуют воду структурировать в принципе можете структурировать у меня свое мнение на эту тему есть но структурированная вода не мешает правильному потреблению воды хотите структурировать структурировать не хотите можете не структурировать но что важно опять-таки если вы не угадали вот здесь очень такой интересный момент то есть время я вам рассказал какие продукты питания требуют какого времени на полноценное переваривание почему это важно продукт находится в желудке желудочный сок который фактически переваривает продукты особенно белковую пищу начинает переваривать полости просвете желудка он имеет резко кислую среду эта среда нужна для того чтобы фермент пепсин который здесь находится добросовестно переваривал и белки которые находились пищи и тех бактерий которые попали вместе с этой пищей это тоже ваша еда и пепсин это спокойно их переваривать пища стерильный у вас не будет никогда если вы не полетели в космос да там пища готовится практически стерильная но в обычных условиях это сложно исполнимо поэтому вы должны просто понимать что желудочный сок это не только сок который переваривает вашу пищу он еще одновременно и дезинфицирует и больше того от количества сока от количества кислоты который выделилась в желудке на еду зависит потом выделение рефлекторные желчи а это резко щелочной секрет который добивает в пище тех бактерий которые прошли кислый барьер желудочного сока вы должны это понимать чем лучше у вас работает желудок вырабатывать больше кислоты тем больше щелочи будет выделено для погашения этой кислоты и переваривания пищи и вы должны это просто понимать эту ситуацию и не носить кислотность стимулировать это ваш золотой резерв потому что в конце концов все люди вне зависимости от того как работал желудок у них исходно в молодости в детстве в конце концов кислотность общий биологический закон постепенно снижается пища ваша хуже переваривается хуже дезинфицируется а бактериям вашем организме больше места для размножения для активности и для того чтобы они вредили вам поэтому кислоты желудочного сока нужно беречь хранить и использовать если вдруг сока выделяется больше не гасить его нужно а использовать правильно этот пищеварительный секрет такое видео есть на моем канале гастрит гастродолинит язва там наберете кто не подписался подпишитесь вам будет проще найти потому что около 500 видео уже на канале есть и я думаю что я еще напишу не одну сотню видео и размещу на этом канале вот поэтому вам это будет проще сделать я понимаю ваше затруднение когда вы считаете вот сидите и думаете елки-палки когда спить эту воду потому что реально у вас должен калькулятор работать счетчик вы должны заносить начала приема пищи себе в мобильный телефон а мобильный вам должен отзванивать все пища переварилась заливаем воду вы знаете вот эти временные промежутки которые я сказал это в оптимальных условиях это если у вас пища пищеварение идет оптимально а вы знаете современная жизнь она богата стрессами эмоциональным физическим стрессом чтобы позавтракали дома вышли на улицу видите там маршрутку и бегом за ней вот как только вы побежали кровь вас из пищеварительной системы пошла в мышцы пищеварение притормозил только вы добежали до маршрутки стали сели расслабились через какое-то время уровень стресса у вас упал выше цель достигли уже все стрессы это убегали догонять маршрутку догнали прекрасно вы приедете вовремя на работу но какое-то время ваш желудок будет скажем так в таком зависание легком и пища переваривается не будет нужно это просто понимать что в принципе вот те промежутки это идеальный вариант а есть реальный который немножко длиннее будет и вот что делать в этом случае если вы не можете после каждого прием пищи астроскопом контролировать переварилась у вас пища или нет он же когда попадает в желудок с активным процессом пищеварения вода вода естественно разбавляет желудочный сок концентрация уменьшилась пищеварение остановилось и какое-то время после этого ваш желудок будет удалять воду чтобы опять увеличить концентрацию сока а это время ну стакан воды примерно час я думаю что пищеварение не на меньший срок притормозится вода не обладает сокогонным эффектом попадая в желудок она разбавляет желудочный сок и не стимулирует выработку нового сока и вот тут я надеюсь вы уже уловили чему я клоню чему я веду для того чтобы не заниматься вот такой ситуации таким подсчетом можно вспомнить аюрведу великолепная наука которая дала великолепные рекомендации потому как правильно поддерживать работу пищеварительной системы вы должны влить свой желудок такую воду которая да на время естественно раз влилили воду желудочный сок разбавится но она должна обладать сокогонным эффектом вот в этом случае вы не минус получаете не продлились и процесс пищеварения что-то очень важно так используют при неправильном снижении веса при лечении ожирения до вода перед едой во время еды после еды еда не варится концентрации соков нет пищи пищи не усваивается у вас идет экстремальное снижение веса вы радуетесь как дети бог класс кудею суперсистема на самом деле вы кормите бактерии выбрасываете пищу деньги вернее которые вы в нее вложили выбрасываете в унитаз по дороге размножаются патогенные бактерии выдают вам кучу токсинов и мечников позапрошлом веке сказал что дисбактериоз кишечнике минус 30 процентов жизни всего на все прожили бы сто лет дотянете до 70 прожили бы 70 50 все закончится поэтому нужно просто понимать что дисбактериоз кишечника не самое простое состояние хотя вроде как нигде особо ничего не болит ну там куча творчество и до процесса идут кишечнике вы считаете что это классно классическая наука читает не совсем так уже есть вещи которые обходить не стоит как же сделать воду чтобы она была сокогонной здесь рекомендация самая простая что дает аэрведанам она говорит что как аперитив можно использовать соки кислого или кисло-сладкого вкуса до содержащие там кислоты они раздражают желудок на время разбавили желудочный сок но раздражая стенку желудка они вызывают секрецию дополнительных порций сока и что вы получаете на выходе вы да немножко притормозили процесс пищеварения но вы увеличив количество сока желудке вы улучшили его переваривание что вам было нужно именно это вами нужно вам нужно и воду пить и пищеварение обеспечены потому что ну только испитие воды это называется лечебное так называемое голодание без еды это ситуация долго сохраняться не может на одной воде люди пока не живут есть правда эксперименты ведут на себе но это такое дело поэтому очень важно понимать что соки кислого кисло-сладкого вкуса после еды это великолепный источник воды который прекрасно улучшает еще ваше пищеварение если вам надоест пить такие напитки нужно вспомнить что есть еще чай есть еще кофе чай безусловно зеленый кофе натуральный который тоже обладает сокогонным эффектом он тоже есть различные компоненты там путь куча кислот кофейная кларогеновая там щавелевая лимонная янтарная то есть там достаточно много кислот которые дают вам энергию но раздражает желудок они увеличивают количество сока и временное разбавление желудочного сока приводит тому что выделяется еще больше сока и пища еще лучше переваривается я думаю что у вас сложилось какое-то представление о том как правильно пить воду после еды можно поискать еще однотипные продукты но принцип наверно вы уже поняли если вы пьете чистую воду после еды вы должны четко быть уверены что желудок уже после еды желудок пустой и спокойно можно вливать воду если вы не уверены не уверен как говорится не обгоняй тогда вы после еды пьете компотик узварчик какой-то пьете морс пьете чай кофе то есть напитки которые обладают кислым или раздражающим желудок действие и усиливают секрецию желудочного сока помогая пище лучше перевариваться чтобы у вас было выше здоровье и чтобы те болезни которые в принципе могут развиваться при неправильном отношении к еде и к воде одновременно не гиперболизируя ни еду ни воду должен быть баланс потому что вода это среда в которой происходит все реакции обмена веществ а реакции обмена веществ это еда которую вы полноценно переварили усвоили доставили на уровень клеток клетки использовали свои жизнедеятельности а в обратную сторону с той же водой уходят продукты жизнедеятельности или шлаки обмена веществ если вы эту ситуацию понимаете тогда вы понимаете что нужно правильно комбинировать воду и еду и тогда ваше здоровье будет выше а количество болезней меньше если вам принципе у вас появились какие-то мнения какие-то комментарии пишите не стесняйтесь не цензурные убираю ну если вы пишете какие-то обидные слова я их оставляет в принципе ваш выбор вы сами о себе так сказали это ваше отношение окружающей среде знаете я учусь у меня десятки тысяч учителей были каждый мой пациент это мой учитель он учит меня на своих ошибках анализировать их и делиться ими с другими своими пациентами чтобы люди понимали как все-таки питаться правильно как жить правильно когда будете жить лучше дольше без болезней среди учителей с медицинским образованием меня немножко меньше скромнее и несколько сотен они тоже были я учусь у каждого чего и вам советую учитесь всегда используйте эти знания на практике если вы считаете что ваши друзья знакомые не все тоже знают про воду ставьте им ссылочку поделитесь этим видео в социальных сетях про комментарии он говорил пишите если у вас есть какая-то информация пишите те кто будут смотреть после вас они получат больше пользы они к этому видео получат еще ту информацию которую владеете вы без проблем без вопросов ну а я это видео буду заканчивать привычными многим подписчикам моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и подумаю какое еще видео написать на эту тему